Привет, мобильные геймеры! С вами Flickr и это настоящий гейм-тест! И сегодня у нас особенное устройство. То, на котором играю я. Сейчас я его покажу. Вот оно. Ой, стоп. Не то, не тот карман. Сейчас, 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 сейчас. Во! Это iPhone 6s Plus на 128 гигов. Всё потому, что я мобильный геймер, мне нужно много места для того, чтобы хранить больше игр, фоток, видео и так далее. Что хочу сказать по устройству. Пользуюсь я им уже год с лишним. И никаких нареканий нет, кроме 11-й iOS. На данном устройстве идёт большинство игр с высокой графикой, с максимальным FPS-ом. Короче, всё шикарно. Несмотря на то, что устройство как бы исполнилось два года. Вышел уже как бы iPhone 8, вышел iPhone X или X, 10-й. И я, конечно, думаю, что на 10-ку я пока до 2018 года не буду точно обновляться. Пока всё идёт здесь. Единственное, конечно, хочется iOS 11 себе поставить. Но она очень сильно лагает, и я решил не ставить её. Слава богу, я откатился назад на 10.3. И всё пока у меня шикарно идёт. То есть всё летает, всё отлично. Игры идут замечательно. И никому не рекомендую, конечно, прошиваться. Если вы ещё не прошились, лучше не прошивайтесь на 11-й ось. Дождитесь, короче, когда на каком-нибудь популярном канале выйдет там 11.3. И про неё скажут, вот теперь можете смело прошиваться. Тогда и прошивайтесь. Но пока не рекомендую на 11-й ось шиться всё плохо здесь. Хотя на тот момент, когда этот геймтест выйдет, возможно, 11-й ось допилит. Потому что Flickr очень долго делает подобные выпуски. Приобрёл я данный аппарат в biggeek.ru. Рекомендую нормальный магазин. Он мне ничего не платил, только лишь я ему заплатил за этот айфон. И нормально. Мне понравилось. То есть обслуживание немножко у них страдает. Хочу сказать, что, знаете, так медленно всё немножко было в самом начале. Но потом, когда я уже связался с менеджером, всё достаточно быстро прошло. Деньги закинул на карту и где-то 3-4 дня и он приехал. И я уже был рад. Рубился в Mortal Kombat X и не только. Давайте же устроим ему настоящий геймтест. И так, первая игра, с которой мы начнём, это Injustice 2. Идёт она достаточно очень хорошо, без лагов. Только в самом конце, когда мы побеждаем, к сожалению, он лагает. Буквально на долю секунды, но всё равно это не очень приятно. Отписывайте в комментариях, как у вас идёт, если у вас тоже айфон 6s+. Но данный девайс меня, так скажем, устраивает. Даже очень. Так, ещё одного вынесли. Замечательно. Теперь остался один пугало и у меня увеличенный урон. У меня претензий вообще к этому устройству нету. Итак, следующая игра, всеми любимая Need for Speed No Limits. Обожаю, конечно, эти гонки. Жду, когда будут новые введения, более глобальные, а не просто добавление автомобилей. Идёт она, как вы видите, тоже хорошо. Но думаю, что на айфон 7s+, или просто семёрки, она более гладкая и более ровная будет идти. Здесь, к сожалению, иногда вот подлагивание возникает. Короче, идёт тоже очень хорошо. Вообще, аппарат греется после полчаса примерно игры в Injustice 2, в Need for Speed No Limits, в Mortal Kombat X, а также ещё в какие-нибудь 3D-шутеры. Вот там он начинает прям немножко подлагивать. Далее, Marvel Битва Чемпионов. Давайте же посмотрим, как эта игра идёт. Но хочу сразу сказать, здесь вообще никаких претензий нет. Она просто идёт шикарно. Она греется во время этой игры смартфон очень медленно. По поводу батареи хочу вам сказать. Очень много плюсов. Несмотря на то, что я активно рублюсь на нём целый год, он очень хорошо себя показывает. То есть до 1% батареи доходит. И в экономном режиме, так скажем, можно ещё полчаса, наверное, на 10% поиграть в Marvel Битве Чемпионов, потому что она не очень требовательная. Ну, сейчас, кстати, я зашёл в задание Союза, чтобы помочь своему Союзу и активно участвовать в его деятельности. И мы прекрасно, мои гильотиночки, сейчас завалим симбиоты ещё одного. Ну вот мы и подошли к гангстеру Новый Орлеан и будем сейчас валить зомбаков. Только выберу нужную пушку и пошло-поехало. Если, конечно, не двигаться вот особо так. Хотя... Не, нормально идёт. Когда в миссии, допустим, играете или ездите по городу, то там возникают лаги. Вот сейчас мы попробуем всех этих зомбаков завалить. Я в любом случае обрежу, не буду вас мучить. Вот мы прогуливаемся по Новому Орлеану. И, честно говоря, что-то я глюков-то не вижу. Очень странно. До этого, когда я рубился, было достаточно много глюков. Попробуем пробежаться. Сейчас какую-нибудь тачку заберём в своё владение. Вот, красотка стоит. Блин, без глюков, странно. На, извини, чувак, я не хотел. Найди важную цель. Давайте. Нет, мусоров я не смог. Погодите, погодите, мы же инвалиды. Точно забыл. Вот только что не стояло ничего. Всё, короче, припарковался я, всё правильно. У меня аж кривые руки. Мы перешли в трансформеры, закалённые в бою. Сейчас посмотрим, как игруха здесь идёт. Ну, достаточно неплохо. Греется тоже очень хорошо во время этой игры. Буквально через полчаса уже устройство горячее. Даже через чехол это ощущается. Но игруха при этом идёт нормально. Бывает, иногда начинает подлагивать. Но в последнее время я этого не встречал. То есть, перед последним обновлением было достаточно много лагов. Not bad. Короче, тоже всё хорошо идёт. Переходим к следующей игре. Мы перешли в Modern Combat Versus. Шутер достаточно требовательный. Графон здесь шикарный просто. Возможно, у кого-то, кстати, туго она идёт на каком-нибудь другом устройстве, помимо айфона. Но у меня всё шикарно вообще. Опять, несмотря на то, что устройство... 2015-го, так скажем, года. Ну и последнюю игру, которую мы сегодня посмотрим, это будет Into the Dead 2. Игруха вышла недавно буквально в российском App Store. Mortal Kombat мы смотреть не будем. Mortal идёт хорошо. Вообще, без каких-либо нареканий. У него не такая требовательная и крутая графика по нынешним меркам. К тому же он сделан на старом движке Unreal Engine 3. Это была последняя игра. И перейдём к выводу. Ну что, мы подошли к итогу. И хочу сказать, что iPhone 6s Plus в 2017 году прёт как танк. Тянет все игры. Абсолютно нормально всё идёт. Может быть, не 60 FPS, но 30-40 всегда гарантированно будут. Также он сейчас достаточно дёшево стоит. По меркам, так скажем, айфонов. Где-то за 45-46, наверное, тысяч можно приобрести 128-гиговую версию и рубиться. Я считаю, что плюс-версия именно для мобильных геймеров. Ну и не только для мобильных геймеров. Для тех, кому просто нравятся большие лопатки такие. Здесь 5,5 дюймов, кстати. И хочу вам сказать, греется он не так прям критично. За год активной эксплуатации в играх у меня вообще никаких нареканий нет. Одно единственное нарекание было, когда я поставил 11-ю ось, у меня всё лагало и всё. То есть мелкие лаги возникают, но это всё мелочи. На самом деле на энергосберегающем режиме он достаточно долго может ещё проиграть. Я уже говорил, где-то полчаса на 10% зарядке он может рубиться в Marvel Битвы Чемпионов и проблем никаких не будет. Конечно же, если, допустим, вы взяли себе iPhone 6s Plus очень давно и у вас прекратила, так скажем, нормально работать батарея, конечно, менять её, но на дорогую. Лучше взять более дорогой вариант за тысячи, наверное, 2-3, может быть, дороже, но она вам дольше прослужит. И аппарат я вот думал, кстати, менять, наверное, на iPhone X. И до 2018 года я с ним ещё похожу, он ещё нормально потянет. Единственный минус в том, что не установлено iOS 11, и я ещё ни одну игру на Arcade не снимал, то есть с использованием Arcade. Далее по девайсу, конечно, хочется сказать, что это надёжный инструмент. Сравнить его с iPhone 7 Plus, допустим, не знаю. Скорее всего, iPhone 7 Plus шустрее, но совсем немного. Ссылку на BigGeek я оставлю в описании, можете пройти, заказывать там какой-либо товар, проверено. Я отсылал деньги через Сбербанк и всё нормально, пацаны мне прислали. Я, короче, доволен. Аппарат американский, всё работает, LTE пашет, всё нормально, короче. Просто многие заказывали американские и говорили то, что у них LTE отпадает. Ну, у меня таких глюков не было. Не знаю, может, у меня iPhone особенный какой-то. Ну, а на этом всё, дорогие друзья. С вами был по-прежнему Flickr. Ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на мой игровой канал, делитесь видео с друзьями и, конечно же, не забывайте оставлять комментарии. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok